Всем хай! Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Лиса, ну, в общем-то, это мой канал. А это моя подружка Груша. Вы тоже её уже много раз видели на моём канале. И сегодня мы будем делать закос и обзор на косметику, которая стоит очень много денег. Косметику от Джо-жо. Да, серьёзно. Ну, Джо-жо, аниме, вот это вот. Для настоящих женщин-брутальных. И мужчиков. Да. Косметику, причём, кстати говоря, они выпустили непростую. Давай сделаем быструю распаковку. Подожди, а сумка прилагалась? Косметики? Да. Ничего себе. Нужно отметить, что на эту косметику я потратила 50 тысяч. Что? Это коллаборация с люксовым японским брендом косметики. Он называется Шоу Емура. У них уже была коллаборация с покемонами, была коллаборация с Эллор Мун, на которой я снимала обзор. И эта косметика, она гипердорогая. Вот она прям вообще безумно дорогая. Они вообще, кстати, хайпанули на своих гидрофильных маслах. Но прикол в том, что ещё до того, как курс очень сильно скакнул, эти гидрофильные масла стоили примерно тысяч семь. Вот, поэтому, как бы, ну, понимаешь ценовую политику данного бренда. Я представляю. Я очень надеюсь, что косметика за 50 тысяч, потому что предметов тут не настолько много, окажется нормас. Давайте все вместе её распакуем. В коллаборации было не так много продуктов. Это всё, это всё, что есть? Да. И это не шутка. Это не шутка вообще ни разу. Ну, возможно, сумка стоила какую-то стоимость, и она сделана из кожи. Спойлер, нет, не стоила. Нет, не из кожи. Но давайте распаковывать. Мне кажется, что это палеточка какая-то. Как тебе вот первое впечатление косметики за 50 ксарей? Мне нравится, что они упаковали, как всякие брендовые сумочки. Так, это сумка-палетка? Я об этом подумала. А, кто знает. Я шарила. Мне кажется, я видела эту косметику где-то. Блин, ну, это потрясающе. Это типа можно повесить себе вот сюда и такая. Ну, всё, пошла. Я пошла. Это знаете, как женщины в 19 веке, которые ходили с флакончиками духов? Я думаю, достаточно очевидно, что цвета в данной палетке и цвета в Жоже эстетике немножко проразные. Да, я ожидала, что будут более яркие какие-то цвета. Да, может быть, будут шиверы, блёстки, но что-то более яркое. А тут палетка мамы. Сейчас я покажу вам. Это выглядит вот так. Здесь, мне кажется, вообще нет ни одного оттенка, которое было бы в эстетике Жоже. Тем более, что эту косметику они позиционируют как коллаборацию типа именно Жожа с Жолин. А все мы знаем, как она выглядит, но если не знаете, выглядит она вот так. И, конечно, данный цветовой выбор, он крайне мега странный, потому что буквально базовая палетка теней. Я ожидала, что будет как-нибудь зелёный, ярко-золотой. Вот есть что-то, но оно такое приходящее. Да, с натяжкой. Кстати говоря, мы снимали с Унной коллаборацию с Эллормун, тоже вместе с Шо и Мура, и там была абсолютно такая же ситуация. То есть просто базу запихнули в красивую упаковочку. Да, но если с Эллормун, знаешь, ещё как-то можно туда-сюда припихнуть, потому что всё-таки у них там нет, правда, никаких фриковых макияжей. Ну, можно. То здесь, когда концепт это фриковые яркие макияжи, ну... Ну, возможно, их концепт просто красивая упаковка для любителей. Макияжи просто базовые делают. Ну, для коллекционеров, наверное. Возможно, да. Вот такое вот сердечко тени. Ты думаешь, что здесь? Веркало. Нет? Моя любимая позиция. Ага, моя тоже. Так, ну мы тут видим чехольчик. Как тебе качество чехла? Ну, не очень, честно говоря. Что вы понимали, просто груша у нас очень вежливая, сдержанная, милая, ну вы понимаете. Если даже она так реагирует, ну, как бы это говорит о очень многом. Это вам не мои видео в стиле «Фу». Ну, это трэш. Это реально косметика у мамы в 90-х. Знаете, такие палетки, которые много рядов, и там вот кисточки вот такое же вот качество. Нет, возможно, это типа шерсть, типа натуральный ворс. Но она не похожа на натуральный ворс. Если шерсть будет, она, значит, будет вонять. Давай проверим. Давай. Есть сжигалка. Но вот это, это трэш. Знаешь, это такая очевидная синтетика. Посмотри, как она блестит вообще. Это похоже на художественные кисточки дешманские, которыми ты рисуешь красками. Ну и, конечно, в коллаборации еще идет вот такая вот сумка потрясающая. Для настоящих женщин и брутальных их друзей. Мне очень жалко той кошелек. Нормас. Поставьте лайк за мои страдания. Поджигаем? Да. Воняет? Я не чувствую воню. Нет, воняет. Фу, паленым запахло. Воняет пластик. Это синтетика, мне кажется. Это не пахнет волосами. Это реально пахнет, ну, типа, из серии какой-то гадости. Попробуй ты. Нам нужен независимый человек. Фу. Я не знаю, чем это пахнет, но это какая-то мертвая вертвячина. Проверь, как с ней этики получают лайк. Посмотри, короче, на то, как шерсть эта сгорела. Во-первых, она не сгорела, она как будто бы сжалась. То есть, смотри, мне кажется, если настоящие волосы поджигаются, она по-другому горит. Мясом должно пахнуть. Когда волосы жгут, то пахнет мясом. Вопрос в том, что за такие деньги вот такая вот штука, которая вызывает у тебя больше вопросов, чем ответов, но... Такое себе. А вы как считаете? Смотри, кстати, свочи сайта яркие, красивые, насыщенные. Отзыв реального человека, насколько огромная разница между вот этими свочами. Про кисте ничего не написано, написано только то, что они культовые. И написано премиум браш сайт, то есть премиум. Рассказываю про следующий продукт, тональный крем. Давай для начала его достанем. Значит, в чем прикол и как это относится к Жоже? Когда ты покупаешь сейчас Жоже Коллаб, то ты, по сути, покупаешь брелок. Да, вот я сейчас не шучу. И дальше брелку ты выбираешь базовый оттенок их тональных средств. Получается, что ты покупаешь просто базовый тон, но с брелком. Вот так вот это все выглядит. Ну, это интересно на самом деле. Но не могу сказать, что этот брелок какой-то прям люто уникальный, конечно, к сожалению. Ну, база, я уверена, что будет хорошая, наверное. Но вообще у них хорошие тональники. Мне нравятся эти тональники. Ну, просто видно качество вот этой упаковки, которая у них классическая. Чувствуем стекло. И все настолько качественно сделано. И вот это вот. Даже тут можно сравнить. Тут пластик и пластик тут. Это очень большая разница. Получается, что вся коллаборация Шуи-Мура именно в тональном средстве, это просто вот такая вот штучка на брелок. Последнее средство. Вот это красиво. Вот это реально красиво. Оно такое, блин, в цвете джелин вот уже. Вот это средство мне очень нравится. Он такой темно-шоколадный. Коричневый-шоколадный. Но в целом вот этот продукт как будто бы реально самый прикольный из того, что мы сейчас посмотрели. Это просто не стыдно поставить. Ну, а вот это поставить, ну, ну, это прям совсем печально. Печальные ткани. Очень дешевый пластик вот этот вот замочек. И здесь он самый дешевый пластик. Карель, тебе тоже не нравится? Нет. То есть у нас вот три из трех говорят, нет этого меня. Ну, ладно. Ладно, его макияж делать. Я принесла парики под двух девушек. Это Джолина Триш. И мы сейчас с Лисой будем делать закосы под них, чтобы подходила под коллаборацию с дамой косметикой. То есть мы не будем использовать никакие другие средства. Начнем с тонального крема. Ну, вообще хороший. Пока что-то мне прям нравится. Вообще, кстати говоря, пока мы наносим тональный крем, у меня будет вопрос к вам, мои дорогие друзья. Как вы вообще относитесь к Джоже? Я скажу честно, я не фанат Джоже. Я пыталась его посмотреть три раза. Каждый раз я доходила примерно до 12 серии первого сезона. И каждый раз я на этом дропала, потому что я вообще не смогла это смотреть. Хотя я очень люблю пост-ароничные Неве. Но именно Джоже мне прям тяжело было смотреть, поэтому я к озеру. Как ты к Джоже относишься? Честно говоря, у меня такая же история о кулице. Я смотрела первый сезон и смотрела сезон Стрич, потому что мне очень понравился мемный танец, который везде форсился. Но мне, честно говоря, тоже тяжеловато смотреть. Но я знаю, что есть очень много фанатов Джоже, безумное количество. И у меня практически все мои знакомые дикие фанаты Джоже, прям реально дикие. По поводу тона. Это выглядит как будто бы очень естественно. Она блестит очень прикольно. И она не сушит кожу. Как будто бы тебя водичкой побрызгали. У меня такое ощущение влажное, увлажненное лицо. Да, но увлажненное, да, как будто легкий такой крем. Он именно правильно лег, он не жирный. Ладно, от нас тональное средство получает максимальный лайк. Я бы его даже приобрела бы, наверное, не в коллекции Джоже, но так бы я его купила, потому что она реально хайповая. Я буду пытаться повторить сейчас макияж моей дамочки, используя вот эту палетку. Причем не просто моей дамочке, а моей дамочке еще с референса, с рекламной компанией Шуи Мура. И если честно, я вижу, что у модели какие-то розово-коричневые брови. Но здесь я не вижу ничего вообще подобного, что могло бы прокатить. Поэтому, скорее всего, я буду использовать между этим и этим оттенком. А смотри, перекрывает. Не знаю, зачем решила бахнуть такой цвет, но неплохо. Даже мои темные брови, смотри, как выглядят. Да, реально, перекрывает. Пигмент хороший. Честно, вот несмотря на то, что правда цвета странные, это выглядит очень пигментированно. И кисть, которую, ну, изначально я немножко заиронизировала, она правда норм. Да, она работает, подкрашивает брови. Так, я тогда попробую пока помаду. Блин, кстати, помада вообще не пахнет. Но помада хорошая, она пигментированная. Подоттенок, конечно, не под перца будет, но под кожалин она лучше пройдет. Ой, как красиво выглядит помада, невероятно классная. Мне нравится, что она не сушит губы. Она хорошо тушуется, даже пальцем. И чувствуется, что она не съестся быстро. Перед тем, как приступить к макияжу, давайте сделаем макияж глаз с вочи. Ну, выглядит, честно, как будто достаточно блекло. Ну, прям совсем блекло. Ну, вот это неплохо, но все остальное как будто бы не супер. Ну, видите, в чем парадокс? Это вообще не круто выглядит на свочах, но при этом мне это правда нравится, как выглядит на моих бровях. Хотя свочи, ну, это просто, что это такое? Это просто позорные свочи. Какие-то свочи позора! Дай мне посмотреть. Вам нравится? Реально? Ой, мне очень не нравится вот это. Оно, видишь, оно даже не застыло. Типа оно... Ну, все рассыпается. Оно будет кататься по полу. Они очень сухие. Ну, сейчас посмотрю, как это будет на глазах. Не будем преждевременно их засирать. Так, ну, у меня все проще. У меня розовые оттенки. Тут у нас есть красно-фиолетовое. Мы спешаем. Будет что-то а-ля похожее. Так, а я даже не знаю, что мне делать для Джолин, потому что у нее все зеленое, но здесь нет ничего похожего на зеленый цвет. Ну, ладно, давайте для начала хотя бы базу нанесем. В качестве базового цвета тени я буду использовать вот эти. И использую также кисть от Шуи Мура. И вот эта вот кисть мне уже, конечно, в отличие от кисти для бровей. Что-то как-то не супер заходит. Я даже не понимаю, у меня переходит цвет на глаза или не переходит? У меня такое ощущение, что нет. У тебя века буквально такое же, как второе, они одинаковые. Нет, они оба накрашены уже. Груш, ты намешала три сияшки и наносишь на брови? Да. Короче, у меня нужен розовый оттенок, поэтому я решила деть фиолетовый, красный и светло-розовый, чтобы что-то сделать. Вот мне интересно, люди, которые реально фанаты ЖОЖу, вот сейчас смотрят этот обзор, но наверняка же им не хочется вообще думать о том, что какой-то очень дорогой именно японский бренд косметики выпустил, ну, достаточно такой, не супер продукт. Мне реально интересно, что вы сейчас чувствуете или вам пофиг. Потому что, если честно, если бы я смотрела обзор видоса, там, не знаю, косметика по геройке, и она была бы отстойчива, я не знаю, там, у какого-нибудь бакуга была бы не оранжевая палитра, там, теней с черным, а какая-нибудь, не знаю, бежевая нюдик, еще розовые золотишки, у меня бы сгорело просто ужасно. Я бы улетела на луну вообще от такого. Ну, тени наносят, хорошо. Расскажи какие-нибудь дурацкие, может, лайфхаки про косплей, но так рандомно вброс. Косплей? Ну да. Блин, у меня была потрясающая история. Да. Это был 2014, кажется, год. Я тогда делала Frozen первый раз. И мы с моей подружкой сидели у меня дома, специально ночью готовились, потому что у нее был дикий дедлайн. Мы сидели, клеили на ее Элизу всякие блестючки, чтобы все это было нормально, выглядело. В итоге, когда мы выехали на фест своим ходом, мы поняли, что мы забыли парик ее. Нам пришлось возвращаться, а у нас как бы был уже тайм-момент, потому что у нас буквально выступление было после обеда, и мы понимали, что мы уже опаздываем. И мы такие, блин, ладно, окей, вернулись, забрали этот дурацкий парик. Ужасно. Вильтаем, короче, на фестиваль в ДК, переодеваемся, готовимся. У нашего выступления мы еще планировали, короче, использовать блестки, чтобы она такая неожиданная, типа, Эльза, блестки? И она у меня такая, возьми, пожалуйста, какой-нибудь пакетик, какой-нибудь небольшой, чтобы туда насыпать блестки, чтобы она, типа, аккуратненько как-то его из рукава достала. Взяла а-ля пакетик из-под аксессуара. Знаешь, такие пакетики, которые такие шелковисты, которые а-ля на завязочку. И она все просыпалась? Да. Жесть. И самое смешное, что она просыпалась не на наши вещи, потому что, когда мы пересыпали, у нас блестки были в обычном таком пластмассовом пакете. Мы начали пересыпать и стояли над вещами кого-то другого, и все эти блестки просто... На рандомного человека. Да, на рандомного человека. Трэш. Еще из кинжа насчет блесток, наверное... Вот эти палетки? А в топ, ну, конечно, я попробовала нанести вот это вот, какой-то явно зеленый аналог цвета на свой глаз. Ну как? И мало того, что, ну, он явно не выглядит зеленым, так все блестки, они теперь вот здесь. И я не могу смахнуть их кистью, они просто не стираются. Они прилипли просто на то. Они прилипли. Матовые тени, претензий к ним я, правда, не имею, но что делать с этими? Это просто странно. Их ни пальцем нормально не нанести, ни кистью нормально не нанести, они просто плохо приклеиваются и опадают на нижнее веко. Кстати говоря, интересный вопрос, много ли есть тех, кто смотрит сейчас это видео, косплееров или людей, которые там, ну, делали закосы, не обязательно профессиональных косплееров, которые на этом зарабатывают. Кого вы делали самым первым вашим персонажем? С кого вы начали? У меня мой самый первый персонаж был закос под Гару. Ничего себе. Да. Я до этого не трогала, вообще не прикасалась никак к косплей-сфере, потому что мне просто нравится смотреть со стороны, но я не понимала, откуда люди берут парики, потому что я заказала уже, наверное, париков 10 с Алика, они каждый раз приходили не уложенные, а на фотках-то они уложенные. Меня просто полыхнуло, я так и не поняла, откуда брать эти прекрасные парики, типа, чего, кто меня обманывает. Так, на фоне поиска париков я познакомилась с моими косплей-друзьями. Ну, Груша уже теперь не только косплей-друг, она еще Кабраденсер-друг и просто рандомный друг, а вообще практически у нас амбассадор бренда бездна. Грязь этому мне надоело разводить на своих глазах, этого достаточно. Добавлю еще вот этот вот рандомный какой-то розово-сиреневый оттенок. Кстати, смотри, оттенки реально очень ярко смотрятся. Ну, вот этот розовый, да. Розовый, красный, они прям очень реально яркие. Попробуем вот это вот добавить сюда куда-нибудь, чтобы как-то усложнить глаз, но, по-моему, ничего не меняется. Что-то меняется? Да. Ладно. Если говорите, что это работает, ну, пусть работает. Блин, я попробую сделать эти оттенками контуринг. Румяную я уже сделала. Нет, уже буду сейчас контуринг делать, бери. Вот этот холодный цвет. А я вот этот использую. Итак, ребят, тестируем как контуринг. Нормально. Ну, кстати, он хорошо ложится как контуринг. Мне кажется, он такой холодный. Ну, как... Прямо вот так вот бахнуть? Это нехорошая идея. Поздно. Так, пытаемся спасти нос, что-нибудь с ним сделать, пока он черный и отстой. Да, у меня даже все не тушуются. Ну, что, попробуем бахнуть под глазами. У меня чувство все ребенка, который красится маминой косметикой. И у которого не то, чтобы супер хорошо облучается, да? Да, вот есть такое ощущение, потому что, честно говоря, это не для косплея. Вообще не для косплея. Типа буквально повседневка. Посмотри на мое лицо, у меня все просто осыпалось. Да, у меня все просто под глазами. Не, ну за 50 тысяч реально можно было прям собрать себе нормальный такой бокс косметики. Причем хорошечный. Я люблю делать обзоры на косметику, но иногда, да, вот она просто вот такая вот дурацкая. Это даже не значит, чего вообще про эту поводу сказать. Ну, с полосочками реально выглядит. С полосочками хотя бы она похожа, да, на правду. Я нанесу все-таки базовую помаду, которая входила в шоу и муру. Попробую на нее уже нанести, как на какую-то более липкую основу эти блески. Но цвет мне очень нравится. Я реально буду ей пользоваться, вот вообще не иронично. А теперь на это будем бахать оттенки. Ну да, это хотя бы уже как-то склеивается. Ну, есть что-то зелененькое, золотистое. Ну, такой все зелененькое, ну ладно. У нас какая-то получилась богатая версия Джолин. Очень богатая версия на золоте, на пафосе. Да, прикинь, девай. Ты такая смешная. Просто, понимаешь, это надо посмотреть близко, потому что настолько эти тени распылились под всему твоему лицу. Это gold aesthetic. Ну, хайпово. Мне во собой, кстати, макияж нравится. Но это, кстати, не шутка. Возможно, у меня просто плохое зрение. Сколько у тебя минуса? Минус 4. Ну, я думаю, проблема в этом. Или нет? А, да, я вижу. Видишь этот пепетит, который рассыпается по всему лицу? Оно все рассыпано, да. И оно не смахивается, типа... Оно не держится. Тон хороший, но все остальное реально проблемик. Мэджик. Молодцы. Нифига себе. У нас новый переход? Не вот этот? Где я тебе пенесу? Давай, бейся. JoJo Pose. Я думаю, что мы очень похожи на персов. Интересно, нам помогли больше парики или косметика? Или общий вайб? Кто знает. Ты похожа на Дим Билан? Да. У меня есть наган, я похожа на наган. Ты похожа на Вован? Я тот самый парнишка из нулевых. Модный такой. Вкусный чай. Я не знаю, кто я. Блин, ну мне очень нравится, как тебе идет Желина. Тебя примерно она хороша. Ребят, вам понравилась косметика или нет? То вы об этом думаете? Купили бы вы себе что-нибудь из этого? Или все-таки это не стоит своих денег? В общем, я бы приобрела себе точно помаду. И приобрела бы себе точно тон. Но, наверное, без коллаборации. Потому что, скорее всего, за вот эту штучку ты доплачивал деньги. Да. Сегодня у нас косметика, за которой я гонялась очень много лет. Я уже вообще просто потеряла всякую надежду, что однажды я просто могу купить молчу про обзор, потому что это коллаборация Шуа и Мура с Sailor Moon.